Учебный скандал. У выпускников непрофильных специальностей был риск остаться без дипломов. Студенты технического университета сейчас проходят последние защиты дипломов в классическом университете. Напомню, что в июне некоторые учебные программы политеха не прошли аккредитацию. Эти студенты должны были защититься еще в конце июня, но на репетицию дипломной речи судьба подарила им еще целый месяц. Но такая удача стоила как минимум пары бессонных ночей. Сегодня 72 заочника сервиса и туризма технического университета наконец-то представили на суд комиссии АГУ свои работы. Новые научные руководители в кратчайшие сроки изучили дипломы выпускников. На уже прошедших защитах студенты получили высокие оценки, а те, кто претендовал на красный диплом – заветную корочку. Защитились бакалавры по сервису, дневное отделение, бакалавры по туризму, дневное отделение, бакалавры по туризму, заочное отделение. И вот специалисты тоже завершают эту эпопею. И я надеюсь, что вовремя ребята где-то до 10 августа получат диплом. Но долгожданный документ именно здесь получат не все. Без возможности защититься в классическом университете остались студенты специальности реклама. Из 263 выпускников в АГУ перешло 242 человека. Оставшиеся 20 в списках классического университета не значатся. Что касается студентов, которые уже учатся по неаккредитованным программам технического университета, они закончат вуз и получат дипломы вовремя, но с некоторыми изменениями. Создание достаточно большого количества профилей, очень близких профилей к замещению того, что закрыто, абсолютно возможно. О чем идет речь? Например, сервис и туризм. Так вот, если открыт 38-я группа, то мы вправе создать профиль, например, менеджера туристической сферы. Кстати, те 200 с лишним человек, кто сейчас защищается в АГУ, за возможность окончить вуз не доплачивали. Дополнительных средств не потребуют из тех, кто захочет перевестись с неаккредитованных программ политеха. По бюджетному набору места передает учредитель. То есть, если студенты обучались в техническом университете по бюджетному набору, то учредитель эти места передаст принимающей организации, в частности, допустим, нашему вузу. По внебюджетному набору студенты на тех же условиях, на которых они обучались, с сохранением стоимости обучения, условия обучения, формы обучения, они переводятся к нам, перезаключаются договоры на обучение. 28 июля – последний день защиты дипломов у социологов, после чего все выпускники технического университета получат документ гособразца классического. Как обезопасить себя при поступлении в вуз от подобных ситуаций, эксперты точно ответить не могут, но рекомендуют уточнять сроки аккредитации. В классическом же университете она действует до 2019 года. Елена Хорошавцева, Вадим Быстревский, Новости.